Привет, красотка! Сегодня я снимаю видео из нашей, как оказалось, ежегодной рубрики. Прибираю туалетный столик свой, но сегодня не просто так я его разбираю, я вам еще показываю в целом в новом интерьере, потому что он у меня вообще не меняется, но при этом я везде его вожу за собой. Мы жили всего-то на двух съемных квартирах, но, в общем, это показатель. Но я от него не избавляюсь, мне он нравится, и он в любой интерьер в целом вписывается хорошо. И с каждым годом количество моей косметики все уменьшается-уменьшается, и мне это очень нравится, потому что я давным-давно уже не гонюсь за количеством, но, тем не менее, оставляю любимчиков и оставляю то, что действительно мне прям западает в душу. Я потом возвращаюсь и покупаю эти средства снова и снова. Я надеюсь, что такие видео вас мотивируют на уборку своего пространства, не обязательно бьюти-пространства, может быть, просто вашей комнаты, какого-то вашего уголочка, чтобы создать для себя уют, красоту, навести в этом во всем порядок. И главное, сделать это все с радостью и удовольствием. Не потому что надо, а потому что для себя хочется, чтобы было так, включить какую-нибудь приятную музыку расслабляющую. У меня есть, кстати, плейлист для уборки, если что, могу его сюда вставить. Посмотрим, что мы имеем. Как выглядит мое до? На самом деле, вот от этого стула я бы очень хотела уже избавиться. По причине вот этих вот вещей. Это, по-моему, Ева ногтями прямо так вот содрала. Ну и в целом, не знаю, мне не хочется вот эту вот барную какую-то вещь. Хочется что-то поуютнее, может быть, с деревянными ножками. Но тоже, чтобы вот так вот крутился стул, это очень удобно. И чтобы его можно было поднимать, опускать. Правда, поднимается он просто на нереальную какую-то высоту. Это очень высоко. Получается, вот наша спальня, мы заходим сразу же в уголочке, видим мой туалетный столик. Он отлично сюда вписался. И мы, более того, его подключили сразу к стене проводом. То есть, чтобы я не нажимала больше вот эту кнопочку включить-выключить, а чтобы я управляла светом. Как по мне, это удобно. И нет никаких проводов, розеток, ничего. На нижней полке у меня сейчас стоит мусорка маленькая, влажные салфетки, которые всегда нужны. Жвачки почему-то. И вот такая шкатулка. Что это за провод? Вот я обожаю. Вот как оказываются эти вещи вот здесь. Такая шкатулочка, где лежат украшения. Не все, а наоборот, которые я редко очень использую. Я даже не знаю, сохранять ее или нет, оставлять, может быть, ее и ели. На самой поверхности мы имеем вот такой стаканчик. Он, кстати, смотрите, как крутится. Подножка не крутится, а он сам крутится. Не знаю, мне это нравится почему-то. Есть какая-то динамика в этом. Сейчас, кстати, все мои кисточки не здесь, а в походной моей косметичке, потому что мы вот только-только минут 20 назад с Денисом вернулись из отеля. У нас были сутки свидания. И поэтому я брала все это с собой. Но вообще вот так вот оригинально выглядит этот стаканчик. Вот в этой сеточке, который по дизайну очень даже похож на вот этот стакан, но это из разных категорий. У меня была здесь идея хранить не вот это вот все, конечно, а косметику, которую я использую каждый день. Условно говоря, вот эта косметичка, все ее содержимое переходят сюда, и на каждый день у меня здесь на поверхности лежит то, что мне нужно, чтобы я не заглядывала каждый раз сюда. Об этом мы сейчас отдельно поговорим. Здесь мои украшения. Моя задача вот от этого всего избавиться, то есть от всех этих упаковок, все это распаковать, потому что я их как купила в Турции, так я их и держу вот в таком виде. Таким-то образом здесь появилась моя уходовая косметика, которая должна быть в ванной. Ну, то есть как всегда. Еще вот о такой штуке отдельно. Очень удобная, что одна вставляется в другую. Я ее просто на Вайлберис нашла. Ватные диски, ватные палочки. Я поняла, что мне они намного нужнее здесь, чем в ванной. Хотя в ванной еще у меня такая стоит. Тоник нанести или снять макияж мицелляркой. Но и здесь тоже поправить макияж или оттереть вот от этой руки обычно здесь пятно от тональника, потому что я его развожу все время под нужный оттенок. В общем, это тоже штучка необходимая здесь. Про этот ящик. Моя цель избавиться от процентов 30-40, чтобы не было слоев, чтобы все сразу наглядно было видно, а не одно на другом лежало. Для себя честно определить, чем я не пользуюсь вообще, избавиться от этого. А что-то просто логично переложить вообще в другое место, в другое пространство. Например, почему-то я год назад еще решила, что здесь будет удобно хранить средства для волос. Например, несмываемый спрей 5 в 1. В итоге я вообще забыла о том, что они здесь у меня находятся и ни разу им не пользовалась. Ну, то есть логично, что весь этот отсек должен храниться не здесь. Или вот, например, эта кисточка. Она для хайлайтера. То есть я поняла, что я ее не пользуюсь каждый день, чтобы она у меня хранилась здесь. Поэтому я ее брала сюда и вообще не использую. Получается, она мне просто не нужна. Лишняя вещь. Либо я помою и дам Еве. Тоже наносить краски на айбом. Тук-тук. Включение с волшебного острова Бали. Красотки, я к вам с классной и полезной новостью. Вы знаете, как я отношусь к своему здоровью. Поэтому всегда в любой поездке со мной есть запас необходимых мне БАДов и витаминов, одобренных нашим семейным врачом. И раньше я почти всегда их заказывала на iHerb. Но, как вы знаете, сейчас система доставки довольно-таки усложнилась. Но на помощь к нам пришел Яндекс.Маркет. Потому что именно сейчас на Яндекс.Маркете можно приобрести те витамины и БАДы, которые раньше продавались на iHerb. Я считаю, это отличной новостью, потому что даже доставка теперь станет быстрее всего 1-2 дня в большинство регионов. И цены, кстати, ниже, чем заказ через посредников. И, конечно же, у меня есть выгодные промокоды для вас. Для тех, кто заказывает первый раз. И для тех, кто заказывает уже повторно. Всю информацию и ссылку на Яндекс.Маркет я оставляю в описании. И возвращаюсь к уборке туалетного столика. А еще я вам покажу, как я обычно подхожу к косметике, которую мне присылают на рассылку. Я с вами уже делилась, что я отказалась от 95% всех рассылок, любой косметики, всяких этих блогерских бесплатных штучек, ништячков, которые раньше были очень, конечно, ценны, потому что не было косметики, потому что это все очень приятно, когда ты, наоборот, не имеешь и тут получаешь. Но когда это уже переизбыток, и ты понимаешь, что в целом это не надо, тебе вся косметика мира тебе не нужна, да и негде это хранить, и уже это превращается в какое-то захламление, прям хаос. А я, наоборот, за освобождение от всего, и чтобы ты реально пользовалась тем, что у тебя есть. Вот, например, сегодня получила рассылку, которая, вот, правда, наверное, наверное, впервые за месяцев 8. Видимо, каким-то образом Люба одобрила получение этой рассылки, но я в целом-то не против. Новые средства иногда прям бывают, прям в душу западают. Например, здесь я вижу тени для век в стике. А вы помните, как раньше я очень любила от Catrice тени для век в стике, как они давали такое же мчужное сияние, потом они у меня кончились, я их перестала покупать. Я с вами, в общем, поделюсь, как я поступаю с такой косметикой. То есть я, конечно, ее не выбрасываю. Если она новая, я прям понимаю, окей, я не буду этим пользоваться, я могу подарить. Кому-то, честно сказать, мне прислали, я не использовала. Держи. А что-то забрать себе. И, конечно, написать благодарность бренду. Я начинаю с того, что заполню этот контейнер, эту корзинку, действительно, тем, что использую каждый день, чтобы здесь не лежало ничего лишнего. Эти два тона, которые я использовала последний, мне кажется, год, правда, я их смешивала и наводила всегда идеальный оттенок, потому что у меня все время кожа меняла цвет, в целом, как у всех людей, просто иногда я с загаром, иногда без загара. На постоянной основе сейчас вот эти тени использую практически каждый день. Вот эти оттенки, вот эти, вот эти, если хочется красный. В общем, такая универсальная палетка и брови, если захочется подкрасить тенями. Господи, сколько ей лет! Мне кажется, они мне подарили, когда я была беременна, Ева еще. Пудра моя транспарентная, которой я всегда закрепляю тон Лора Мерсье. Обожаю этот корректор от Ифраше. Румяна Мак, тоже, который, по-моему, не кончается уже пять лет. Что делать, когда ты находишь идеальный оттенок, тебе он нравится? Средства много, зачем покупать еще? Я искренне не понимаю. Мне кажется, еще через год я сниму видео такое с разбором моего туалетного столика. Через два года, где фокус? И это будет то же самое средство. Гель для бровей, который делает эффект ламинирования бровей и идеально укладывает волоски. Это мое идеальное комбо для губ. Здесь мы видим Мина помада в оттенке 583. Я точно помню, просто у меня брендированная такая упаковка, где нет номера. От Ламель вот такой стик под названием Инстагирл. И Ифраше карандашик 102. Идеально для нюдовых губ. Я на Фа Фреш заказала бальзам для губ. И просто называется сделан пчелой. И запах невероятный. Всякие ватные палочки попадаются. Всякие вот непонятно, что ты здесь делаешь, друг. Ножницы, которые мы покупали Еве резать ноготочки, когда она была очень маленькая. Не знаю, что они делают здесь у меня. Лучше использовать взрослые ножницы. Острые, обычные, но аккуратно. А то эти детские они практически никогда не режут. До свидания. Итак, мы хорошо двигаемся с вами. Мусорка, кстати, это тоже я ее на Павел перезаказала. Такая классная, маленькая, вместительная. Ну, как раз вот для того, чтобы скинуть ватные палочки. Какой-нибудь бьюти-мусор. Вот эти все крабики я убираю, потому что они Евеиные. Наши косметички с ней смешались. Здесь у меня будут стоять ватные палочки, ватные диски. Рядышком кисти. И вот таким образом моя корзинка с косметикой. Теперь будем разбираться с моими украшениями, с этими бутыльками. Ну и потом переходить к тяжелой артиллерии. Как здесь оказался набор для шитья. Мы, кстати, его очень часто берем с собой в путешествие, потому что удобно. Оставляю. Тоже оставляю. Одно из любимых моих колечек. Но это бижутерия. Я нашла его просто в одном из шоу-румов Екатеринбурга. Но он уже сереет. Поэтому sorry. Мне кажется, уже все заметили, как я обожаю жемчуг, особенно в сочетании с золотом. Поэтому оставляю. Это кольцо шло в каком-то комплекте других колец. Я бы не сказала, что оно мне очень нравится. Золотая цепь. Вот это, кстати, такое редко используемое. Надо убирать вот сюда. Потому что вот эта штука у меня должна лежать на поверхности прямо. И я должна использовать отсюда все часто. Чтобы здесь копилось немного. А все, что редко, лучше подальше убирать. Например, такие сережки. Я их обожаю. Мне кажется, то ли с дня свадьбы, то ли с какого-то там праздника с заколочком. Наверное, я ее Еве по наследству передам. Потому что я что-то такое давно уже не ношу. Прикольно. Я представила, что Ева через 5 лет будет снимать обзор своего туалетного столика. Это так мило. Вот такое, кстати, прикольно брать на Бали. Потому что такой пляжный стилек. Вот эта цепь вообще в жизни я не надела никогда, наверное, больше. Ну или оставить. А она уже какие-то потемнения дала неприятные. Я такое не люблю. До свидания. Изглавляемся старого. Открываемся новому. Такие я тут нашла гостики милые. Это пара, а этот вообще какой-то потерянный парень. Мне, кстати, проколоты еще две дырочки. В детстве я проколол. Ну как в детстве? 14 лет, наверное. Вот это кольцо я обожаю. Хорошо, что оно не темнеет, не ржавеет, ничего с ним не происходит. Очень красивый. Это кольцо тоже, к сожалению, потемнело. С ним буду прощаться. Но прикольная форма. Я люблю кольца с необычной формой. Золотые такие, нормальные. То есть, чтобы они не темнели, чтобы раз, ты купил его. Нравится, пользуешься. Не боишься их намочить или что-то с ними сделать. Но я куда не захожу, вот именно в такие ювелирные магазины, там формы, они вот, ну, некрасивые. Ну, такие вот, чтобы обручальное кольцо, например, надеть. То есть, каких-то оригинальных колец я вообще не вижу, я не понимаю, как так, почему. Помните, у меня был браслетик с Евочкой-девочкой? Я подумала, что как раз для второго малыша я куплю браслет, где будет и Евочка, и малыш, не знаю, там какой будет, полмальчика-девочка, и будет у меня браслетик, где будет два малыша. Ну, потому что, вот он прям разорвался в клочья уже. Такая у меня есть подвеска, когда я покупала, мне она так понравилась, я подумала, такая она оригинальная, но я ее не носила ни разу. Возьму, да надену сейчас. Это колечко я покупала очень давно, именно для фаланги. Оно как раз золотое, оно не темнеет, ничего, но я его столько раз держится на надежде на одной твоей. То есть, просто в куртку засунул руку, все, потерял. А что с золотом вообще делают? Сдают золото, что ли? Тут вес грамм 0,003, наверное. Итак, спустя час мы имеем уменьшение количества косметики процентов на 40, мне кажется, потому что сформировался вот такой мешок. Мешок называется «Попрощаемся, помашем ручкой». Вот у меня, смотрите, какая красивая рука. Здесь по разным причинам что-то реально прям мне напомнило, вышло из срока годности, посмотрите. До августа 2022 года. Ну, плюс, чему-то у меня есть более лучшая замена, что-то закончилось, что-то высохло, что-то неудобно, некомфортно, в общем, все это уже мною попользовано, поэтому никому передарить я, например, не смогу. И посмотрите, какая красота осталась. Вот насчет этого бокса, конечно, очень хочется ему уже найти замену, потому что он такой подуставший. Но это мой тот самый первый бокс. Александр Паснова, помните который? Давайте смотреть, что у нас здесь. Все для бровей, карандаши для губ, бальзамы, только бальзамы для губ, здесь и цветные, и не цветные, помады, это все карандаши либо подводки для глаз, цветные, черные, самые разные, спонжики, кисти, которые я не использую каждый день, но могут пригодиться. И в этом отсеке у нас базы под макияж, бибикрем, салфетки матирующие, аджастер, который добавляет цвет, и любой тональник может сделать темнее. Здесь тени, частые, самые используемые палеточки, а это все для контуринга лица. Все, так сказать, как будто здесь очень много. Палетки для теней, тоже мои вечные, мак, туфейст, а это та самая рассылка косметики, сейчас мы будем с вами вместе принимать решение, что куда, и плюс я добавила несколько средств, которые я вообще никогда не использовала, и могла бы подарить кому-то, потому что мне они не нужны, они новые. Это в основном минеральная косметика, я на самом деле люблю минеральную пудру, за то, что она делает такой естественный, тонн, но все остальное минеральное мне не очень удобно, вот, например, гель для умывания или какой-то скраб, да, скраб, его нужно разводить там с водой или с чем-то еще, и я все, что вызывает у меня дополнительные действия, не особо часто использую, и от этого оно лежит, я понимаю, что лучше кому-нибудь подарю, кто-то будет рад. Что мы имеем здесь? Как я обычно принимаю решение, вот, например, подводка для глаз ультратонкая водостойкая, черная у меня подводка есть, поэтому с удовольствием ее подарю кому-нибудь. А, так давайте я как раз среди вас разыграю, у нас же, по-моему, даже традиция такая, я еще чего-нибудь сюда добавлю, если мало наберется, и мы с вами разыграем этот наборчик. Блеск для губ, ну вот у меня тоже много блесков для губ, точнее один, один есть, и его достаточно. Возможно, этот прозрачный, а этот, возможно, будет розоватый какой-нибудь. Ну вот зачем мне еще кончится, куплю, или кто-нибудь подарит. Так что оба разыграю, гель, фиксирующий гель для бровей. У меня есть фиксирующий гель для бровей. А вот эти штучки, скорее всего, мне очень даже зайдут, потому что это жидкие тени, именно такие я обожаю вот в стике. Давайте мы сейчас с вами откроем, потестируем, но вот этот цвет, я сразу вижу, он прям немой. Ну такой металлик, зеленоватый. Вот это я сразу же в кучку, а вот это я оставлю. Сейчас мы с вами сделаем swatch. Вау, какое-то шампанского цвета. Такое же мчужное какое-то сияние, смотрите. То есть не золотой, а именно более в светлый уходит. Спасибо, Vivienne Sabo. Я убираю в тени. Это у меня вот здесь. Вот эта штучка я сразу вижу, что пойдет в розыгрыш, потому что оно все такое красное. Спасибо. Палетка для лица, именно для лица. Тут, наверное, какой-нибудь контуринг будет. У меня есть палетка для лица с контурингом. Вот так вот я обычно 70 или 80% дарю. И тоже тени. Чувствую здесь много разных цветов. Из-за того, что сам пластик красный, непонятно, какие там оттенки, но видно, что их много и что они именно разноцветные, такие яркие. Я формирую вам подарочек. Я решила еще добавить, чтобы поувесисте была посылочка от The Act скраб для тела. Ну и все, что я вам показала. Если вы со мной давно, то вы знаете, что условия конкурса это написать любой комментарий к этому видео внизу и быть подписанным на меня в Инстаграм. Обязательно в комментарии укажи ник свой, чтобы я с тобой связалась. А пока что я отвечаю на один вопрос из Телеграма. Александра, добрый день. Вы много путешествуете и активно используете английский язык в жизни. В связи с чем вопрос, как вы поддерживаете уровень языка? Может быть, смотрите различные курсы или изучаете литературу? И планируете ли вы отдавать Евика в кружки и секции по изучению иностранных языков для детей? Спасибо. Спасибо большое, Даша, за вопрос. Ответ будет не таким, каким хотелось бы, потому что мы свой язык практикуем, вот как раз таки путешествуя. Ничего другого мы не делаем, отдельно его не изучаем, но для меня это такая, я даже не знаю, не то что цель в жизни, я более чем уверена, что однажды я буду говорить так же свободно на английском и так же, как на русском. Вот, я не знаю, у меня прям такая уверенность, что без этого никак. Просто пока что, на данный момент, мне это в жизни особо как будто не надо. То есть всегда, когда мы путешествуем, достаточно тех знаний, которые у нас есть. У Дениса очень сильный запас слов. Ну, вообще-то, надо сказать, он жил два раза по полгода или по сколько? По три месяца, по полгода на Аляске и работал к Порка Трэбл, программа. А у меня очень сильная школа языковая за спиной. Немецкий, конечно, у нас был намного сильнее, но все равно, грамматика у меня прямо от зубов отскакивает до сих пор и многое просто всплывают в все эти конструкции. И вместе у нас хороший тандем. На слух лучше понимаю я, а выразить что-то может лучше Денис. Но, конечно, я понимаю, что все это ерунда, нам надо нормально за это браться и этим заниматься, но как будто даже я не ищу оправданий. То есть просто сейчас нет, не хочу. Для языка, конечно же, нужна постоянная практика. Это не такое дело, типа даже раз в неделю этого недостаточно. Раз в неделю это ты хотя бы не скатываешься назад, наверное, но вперед ты вряд ли продвигаешься. Но без английского вообще никак. Я прекрасно понимаю, что с Евой точно так же. Да, мы хотим, чтобы еще до школы может быть какие-то занятия, чтобы совмещались, например, логопед плюс он на английском. Или какая-нибудь игровая форма чего-нибудь, какой-то физической активности. Может быть, треню, чтобы на английском говорила. Вообще, сложно сейчас у меня с пониманием того, что будет дальше в жизни. Серьезно, у меня в голове нет понимания, будем ли мы жить здесь в ближайший там год, где я буду рожать вообще, в какой стране я имею в виду. Мы в подвешенном состоянии, в то же время мы довольно гибкие, чтобы адаптироваться под ситуацию, подстраиваться под нее. Опять же, чтобы вы понимали, мы в путешествиях тоже не супер бегло разговариваем. То есть это не тот формат, когда я бы сейчас так же села и так же на английском говорила. Тем не менее, любые бытовые вопросы, это плюс более даже глубокие, чем бытовые, более тонкие. Например, когда у Евы кашель был очень сильный, помните, в Турции это был ложный круп, круп, как-то так он назывался. В общем, это, ну, довольно-таки была стрессовая ситуация. И даже в тот момент я не просто говорила We need a doctor. Sorry. Medicine. Как-то у меня подробно получилось все это объяснить. И несмотря на стресс и панику, мы друг друга поняли с врачом и с guest relation, что тоже немаловажно. Ну, а я вас благодарю за это видео. Вы составили мне компанию, теперь у меня супер прибранный, чистый и вдохновляющий туалетный столик. Я обожаю, когда вот что-то такое обновленное произошло, ты подходишь к своему пространству, чистому, новому, уютному, и ты такой, она ставила того. Но и, конечно, я замечаю, что с каждым разом у меня все меньше требуется энергии и времени на уборку, потому что у меня есть постоянно выработанная привычка, я не покупаю ничего супер-много нового, у меня не происходит каждый раз огромное расхламление, я уже не знаю, что отсюда можно выкинуть. То есть, скорее всего, за год точно опять что-то накопится, потому что кто-то что-то подарит, я что-то куплю, и, скорее всего, мне это не понравится, но сразу я не выкину, и да, но это минимальный процент. И, конечно же, у меня разрядилась камера на самом прощании. В общем, красотки, благодарю за просмотр, за вашу активность, своей эстетичной рукой шлю вам поцелуечек. Пока!